да это правда итак друзья у нас сейчас начинается обзор героев наемников собственно обзор героев наемников называется обзор наемников это будет не какой-то обзор там или топ сильнейших героев или какие-то лучшие связки в наемниках нет мы будем смотреть наемника всех подряд на так как довольно дохрена мы наверное только красненьких только силовиков рассмотрим драчунов вот если успеем защитники называются эти зашитники эти бойцы этим видео певцы вот начнем с красненьких будем на них смотреть внимательно читать обилки внимательно смотреть их артефакт это я не могу даже посмотреть ни одного красненького нет видим алекс разу посмотреть не получится но у меня и всех наемников не хватает штуки 34 поэтому в принципе ладно не небольшая беда ну просто видимо без алекс алекс что за херня алекс мы сейчас я принесу алекс сразу не будем внимательно разглядывать посмотрим ее а белки и артефакты белки не такие значит лежать пузом на бок лежать пузом кверху быть жирной жрать и артефакт острые когти вот такой такой у нас значит анализ лигстра за так ну ладно внимательно посмотрим на варе норе на защитником нас вот такой чувачок значит первая белка разделяющий удар такой противника добивает ваши люди получают плюс 10 к атаке ваши люди получают плюс 10 к атаке. Это, знаете, из какого-то фильма про мафию. Это ваши люди получают плюс 10 к атаке. Покажите деньги. Вот это вот. Так. Ну, соответственно, сразу вопрос. Что за люди? Вот человек. Ну, мы там дальше будем еще смотреть тот человек. Но я так понимаю, что большинство людей они, наверное, в красненьких. Хотя, может, и в синеньких тоже есть людишки, да. Ну, в диаблах, в королях кружек. В королях кружек мы вряд ли много людей найдем. Вот. А вот в синеньких... А, ну вот человек смотри. Вот человек. И вот человек. И вот человек. Ну, короче, какое-то количество людей есть. Ладно, мы сейчас будем смотреть. Так, ваши люди получают здесь к атаке. Но опять же, смотри, мы смотрели в синеньких людей красненьких, людей кастеров, да? А кастеры, они в атаку не ходят. Им, собственно, на эти 10 атаки насрать. Сколько бы атаки не было, атака имеет значение только, когда кастер обороняется. То есть кастерам не так важно получать атаку. Пока не вижу я большого бонуса от этой обилки. Это надо еще других людей, которые дерутся, посмотреть. Вот, героический прыжок наносит противнику 4 урона. Способность других людей срабатывает на один быстрее до конца боя. Две обилки и обе завязаны на людей. Ну, по-моему, уже понятно, какая-то человеческая синергия. Артефакты в лотке? Да, она их подкладывает. Так, после того, как противник атакует на этом ходу, атакует его в ответ. А, типа такая контратака. Ну, что-то я не уверен. Ну, то есть, смотри, мы тратим целый ход, тратим целый ход. И если противник нас атакует, атакует его в ответ. Это имеет какой-то смысл. Только если мы это накладываем на противника с винфьюри, который уходит в атаку 2 раза или больше, тогда это имеет смысл. Но на кастера это не смысл накладывать, потому что кастер не атакует. На обычных файтеров тоже так себе тратить целый ход, чтобы просто ударить кого-то в ответ. И все. Звучит, как вообще какая-то лютая хуйня. Может быть, если мы проапгрейдим возмездие, там будет что-то другое. Но вот это выглядит намного лучше. Это выглядит намного лучше. Вот это выглядит как ничего. Ладно, посмотрим его артефакты. Шаломейн. Шаломейн, блин. А, Шаломейн это, по-моему, клинок этого. Как раз Варьяна Рина. Да, Варьян Рина. Это вот этот его двойной клинок, который разбирается на 2 одноручных. Пассивный эффект плюс 1 к атаке. Ну, наверняка, с апгрейдом будет 2-3-4 к атаке. То есть качаем ему атаку. Ну, пружинищие сапоги. Героический прыжок наносит на 2 единицы урона больше. Героический прыжок это вот эта обилка, которая ускоряет. Вот. И боевое знамя возмездие сразу дает плюс 1 к атаке. Ну, что это возмездие, я не пойму. С виду какая-то херня. Может, я не врубаюсь, как это использовать, но какая-то херня. Ну, что, пока видно, что герой целиком и полностью заточен на людей, на человека. И, соответственно, надо сейчас других людей посмотреть. Возмездие у еда. Где ты видишь, что у еда? А, ты хочешь сказать, что это работает на все атаки всех врагов? То есть нам не нужно выбирать цель. Что мы просто юзаем обилку. И если враг идет в атаку, любой из вражеских, мы тут же даем ему ответ. Ты это имеешь в виду? Такое возможно. Такое возможно. Тут еще, видишь, проблема в том, что у него довольно медленная обилка. Возмездие. И она же срабатывает... Вот когда она сработает на шестерочку, да? Она начнет считаться. А если кто-то из противников пойдет в атаку быстрее, то возмездие не пойдет в контратаку. То есть надо еще быстрым быть. Иначе все сходят в атаку. Вот ты в конце такой... Возмездие! А все враги уже сходили в атаку. И ты никому не возмездишь. Ну, короче, ладно. Посмотрим, как она там. Возмездие на всех. Ну, ладно. Тогда какой-то смысл в этом появился. Так, ладно. Нам... Ну, эффективность у чувака во многом зависит от количества человека. Вон, кстати, Крэль Роум человек. И вот человек Корнелиус Роум. А это что? Брат и сестра или муж и жена? Корнелиус Роум и Крэль Роум. Что это за семья такая? Ну, Король Лич человек. Король Лич, блядь, человек. Прикиньте. Из Орды, блядь. Человек из Орды. Вы что, и близоебанулись? Король Лич это прикол, но он из Орды в этой игре. Какая-то шутка. Ну, что-то маловато людишек, кстати. Ладно, посмотрим на горошек. Давайте. Орк. Горошек. Так, атакует противника, который затем атакует этого наемника ответ. То есть, мы даем поебалу противнику, противник дает поебалу нам. Ну, как? То есть, вначале мы атакуем, деремся, а потом он нас атакует, и мы деремся. И, ну, так круто ходить в атаку на кастеров, потому что у кастеров обычная атака маленькая, и они ее никак не прокачивают. А у нас атака, наверняка, будет большая, поэтому похлебалушки будем давать. Ну, вот, это ходить в атаку на слабых. На сильных, конечно, не хочется ходить, просто драться. Сильных хочется как-то хитрожопу убивать. Папа и дочь. Папа и дочь. Есть и такое порно, да? Ой, ладно. Значит, Сила Орды. Получает провокацию на один ход, получает плюс 2 к здоровью за каждое существо наемника противника. Ну, кстати, довольно быстрый таун. Самый быстрый таун, который увидел, только рейлером. Там таун со скоростью 1, а здесь скорость 2, но это все равно довольно быстрый таун. Ну, наверное, неплохо. Наверное, неплохо. Да, особенно если ему атаку прокачать. У него есть таун, он сам себя хилит и, ну, дает контратаку. Надо как-то ему атаку раскачивать, просто чтобы у него было жирнее атака. У Гороша на 30-м 10.79. Неплохо, неплохо, кстати. 10.79, хорошие статы. Ты получаешь хп, у тебя атака 10. Не, ну, нормально, нормально. Еще есть, как ты прокачаешь. Да, вот это прикольный герой. Боевой крик. Ваши орки получают плюс 4 к атаке до конца хода. Атакую случайного противника. Тоже довольно быстрая билка, всего троечка. Троечка это очень быстро. Получаем все плюс 4 к атаке и ходим в гости. Ну, нормально. Особенно если... Хорошо, если один остался. Там трудно ошибиться с выбором. Ну, вообще мне билки Гороша нравятся. Так, рукавица поединщика. Если у этого наемника 20 единиц здоровья или меньше, Мак Гора продолжает до смерти одного из участников. Блин, а это какая-то противоречивая билка. Смотри. Если Горош у нас сильно поранен, а 20 хп, это в лейте очень мало. То есть, смотрите. Он, когда прокачан, у него статы 10, 79. 79 хп. Если у него стоимость меньше 20, а это, ну, уже это очень мало. Это меньше 25% хп, меньше четверти. У него включается обилка. Мак Гора продолжается до смерти. А зачем нам Мак Гора продолжать до смерти, если у нас очень мало хп? Ведь велика вероятность, что мы сами сдохнем с этого Мак Гора. Что-то какая-то сомнительная. Конечно, если мы нашли какого-то кастера с очень маленькой атакой. С атакой 2. И давай ему по ебалу давать. Ну, да. Мак Гора. Но у нас же меньше 20 хп. А меньше 20, это 19, 18, 17. Ну, скорее всего, с нашей смертью-то и кончится. Что-то непонятненько. Так, Лакима Нарота. Сила Орды дает еще 2 здоровья. А вот это прикольно. Смотри, вместо того, чтобы получать плюс 2 к здоровью, это не прокачанная обилка. Прокачанная наверняка больше будет давать, да? Прокачанная будет больше хп давать. Мы получаем еще 2 дополнительно. Вот это однозначный плюс. Потому что перчатки еще неизвестно, в чью скорость, в чью пользу сыграют. Может, они противнику помогут. А вот это однозначно поможет нам. Без каких-либо вариантов. Знамя Орков. Боевой Крик также устанавливает вашим Оркам 4 единицы здоровья. Ну, то есть, какая-то сборочка на Орках нужна, да? Этот атаку бафает, этот Оркам еще и хилит. Это какая-то Оркская сборка. Ладно, запомним Орковскую сборку. Ну, вот это мне нравится больше, чем предыдущий Горош. Он какой-то более, что ли, осмысленный. Не считая рукавиц поединщика, более осмысленный. Так. Громаж. Тоже Орк. Связки Орков сейчас будем искать. Магара в стиле Гороша, да. Вписаться и погибнуть нахер. Атакует противника. Обратите внимание, очень медленная атака. Аж восьмерка. Очень медленная атака. Добивание получает плюс 9 к атаке. Ну, бля. То есть, блин. Ну, если в ПВЕ там добивание. Но в ПВП добивание это, ну, не так-то просто. Ты еще добей. Если ты кого-то добиваешь в ПВП, это обычно у тебя и так все неплохо. Да? Значит, ну, ты уже там кого-то убиваешь. Может, у тебя уже преимущество. А пока ты не добил, тебе же нужно играть, пока ты не добил. Пока ты не дебил, надо играть. А как дебил, не играй. Вот. И, ну, я не очень люблю такие вещи, которые закрепляют твое преимущество. Типа, если у тебя все хорошо, они делают твою позицию, твою ситуацию еще лучше. Но если у тебя все плохо, они не делают нихрена. Я вот такие обилки обычно не очень люблю. Хорошо работают карты, которые тебе выручают в трудных ситуациях. А когда у тебя все хорошо, у тебя и так все хорошо. Ошеломляющий удар. Да, довольно быстрая обилка, в отличие от предыдущей. Наносит 8 демеджа. А ее еще и прокачать можно. Кстати, она хорошо прокачивается еще. И сильно откатывает его по времени действия. Ну, помимо того, что, в принципе, по времени действия неплохо бы откатывать вражеские обилки, да, чтобы они ходили позже. Так еще можно ломать им комбы, всякие цепочки заклинаний, вот это все, да. Когда важно в определенном порядке сыграть, ты можешь этот порядок разламывать вот с помощью таких замедлений. Поэтому, да, ошеломляющий удар, он демеджа наносит немного, но он прикольный. Он не получает никакого бонуса от нашей атаки, в отличие от просто от того, тем не менее. Так, получает 6 к атаке, атакует одного противника и одного из его соседей. То есть, если их стоит трое, мы идем по центру, то там рандом. А если атакуем крайнюю, то без всякого рандома просто атакуем двоих плюс 6 к атаке. Это прикольно. Единственное, что здесь кулдаун же, видите, ее нельзя на первый ход сыграть, плюс кулдаун один ход. Ну, один ход не очень большой, кстати, не очень большой штраф, да, один ход, ну, такой приемлемый кулдаун. Вот 2-3 это уже, ну, большой такой, большой такой. Так, ладно, может артефакты что-то прояснят. Кровавое рвение восстанавливает 5 инице здоровья при добивании. Ну, опять же, при добивании, при добивании, ошламляющий удар наносит на 2 единицы урона больше. Ну, плюс демош, ладно, это неплохо. И еще плюс один к атаке двоим юнитам. Ну, мне отсюда нравится вот это и чуть-чуть нравится это. Тут единственное, что еще он орк, и может быть какие-то орковские синергии дадут ему как бы больше смысла, но... Пока выглядит как-то вяло. Грул, грул. Грул, он не орк, он никто. Это грул драконобой какой-то. Он агрон, по-моему, да, он агрон, и такого типа существ нету. Убийц драконов. Бешеный шквал. Атакой противника, если этот наемник получал урон на этом ходу, сначала получает плюс 4 к атаке. Этот наемник, это именно грул. Если грул успел получить демоши в этом ходу, он получает плюс 4 к атаке. Ну, и получает как бы до конца битвы. И здесь нам на пользу служит то, что атака довольно медленная. Семерочка, семерочка, это довольно медленная билка. Значит, велик шанс, что оппоненты уже успели походить и успели сжахнуть нашего грула, чтобы мы получали плюс 4 к атаке. Но если оппонент не совсем тупой, ну, он просто не будет бить грула, правильно? Чтобы, ну, не злить грула. Зачем злить грулу? Не зли грула. Вот. Еще второй способ, это дать ему таунт. И тогда оппонент хочет, не хочет, если у него физикал дамагеры, не кастеры пойдут в таунт атаку. Вообще, таунт, что-то многие восторгаются таунтом, но меня очень расстраивает тот факт, что таунт работает только под физикал атаке. Он никак не работает со спылами. Большой недостаток, конечно. Вот. Ладно. Ладно. Выстрел убийцы драконов. Два демаджа, если цель дракон, вместо наносит 9 единиц урона. Ну, это вот этот контрпик, если цель дракон. Но если не дракон. Не, ну, прикольно, если цель дракон. Хорошо, конечно. Такой, знаешь, Big Game Hunter небольшой. Так, браконьер дракония пасти. Призывает мужика 6-6 с батлкраем. Если у вашего противника под контролем есть дракон, получает еще 6-6 и натиск. Ну, две обилки против драконов. Ну, он и называется драконобой, да? Не, он просто называется дру. Гру. А в оригинале называется Гру Драконобой. Давай, кстати, скинет жирно поставим. Драконобой. Ну, вот это вы знаете. Выстрел убийцы драконов еще на 2 больше наносит. Череп дракона. Пассивный эффект. Ваши существа и наемники получают сопротивление огню плюс 2. Господи, это еще против драконов обилка. Кто кроме драконов еще огнем плюется? Ну, какой-нибудь Антонидос на 1 с флеймстрайком, да? А что, прикольно, кстати. Тебе флеймстрайк, а у тебя сопротивление огню 2. Это прикольно, кстати. Драконьи когти. Гру получает плюс 5 к атаке, пока на поле боя находится дракон противника. Блин. Дракон. Дракон, 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 дракон. Тут дракон, зовите Грула. Ехал дракон через дракон. Видит дракон. Дракон, дракон. Сунул дракон, дракон, дракон. Дракон, 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 дракон. Корели Роум. Еще один человек. Это к тому Крину, да? Так, удар воина света. Атакует противника. Добивание хилит на 30. Опять же, добивание, добивание. Не в восторге, если честно. На добивание. Ну ладно, допустим. Не очень медленно атака. Не очень быстро. Не очень медленно. Примерно посерединке. Провокация. Провокация интересная. Интересная тем, что скорость 1. То есть на мега быстрое действие. Почти максимально быстрое действие в игре. Она очень круто. Очень быстро уходит в таун. Еще и сама себя хилит. Да, это обилка прекрасная. Но. Хотя провокация на 2 хода, кстати. А потом провокация на 3 хода. Кстати. Кстати, вот. Провокация на 3 хода. Сразу не так плохо, на самом деле. Ты один ход потратил, но потом вот к тебе так в гости просто не пройти Прикольно, кстати, прикольно Когда я только начинал играть, там была провокация на один ход Мне не понравилось Но на 2 на 3 хода, другой разговор Возможно, стоит ее еще раз попробовать Да, возможно, с ней еще стоит поиграть Может быть, она будет защищать кастеров Но, опять же, там не защищает от других кастеров, от вражеских кастеров Печать света, выберите цель Она получает плюс 2 к атаке и восполняет 5 здоровья Но хилка, ладно, допустим, интересно Допустим, хилка интересная Ты можешь как бы таунтиться, хилить, таунтиться, хилить Такой максимальный защитник Но давать атаку имеет смысл именно файтерам Кастерам мало смысла давать атаку Во-первых, они сами не ходят в атаку Во-вторых, карелик будет прикрывать своим таунтом То есть, если давать атаку каким-то другим файтерам Ну, например, вот тому мужику предыдущему, который мы смотрели Который ходит в атаку, вариант рин Вот, да, можно ему там давать Ну, то есть тем, кто ходит в гости, не тем, кто кастует Так, ну вообще, какой-то смысл в кареликом есть Она мне начала нравиться больше, чем поначалу Давай посмотрим Так Эту способность больше нельзя улучшить Удар воина света также восстанавливает здоровье Другим вашим существам и наемникам А, то есть, если мы кого-то добиваем Мы всех хилим на 30 Кстати Да, можно себе, кстати, давать точно Прикольненько Прикольненько Всех на 30 похилить неплохо Так, печать света дает еще плюс один к атаке Ну, допустим, это баф, который хилит и дает атаку Так, и, соответственно, файлян света пассивный эффект Пока это наемник провокации получает О, это мне больше всего нравится Потому что мы получаем провокацию на 3 хода А потом, может быть, кстати, и на 4 хода И пассивно получает плюс 2 к атаке пока есть там Это прикольненько, да, это мне нравится Не, ну Карель Роум, кстати, надо ее еще по тесте попробовать Она мне вначале не понравилась Но, похоже, что я поторопился с выводами Надо дать ей шанс Мы сейчас попробуем найти третьего человека Ей в компанию, чтобы Может, трех человек придумаем каких-нибудь связочки сразу Вот, вот человек Роум тоже однофамилец Совпадение Очень мало фамилий в английском языке Поэтому фамилии начали повторяться Корнеллиус Роум Тоже мужик Боевое мастерство Получает плюс 3 к здоровью И атакует противника Если это боец Вместо этого получает 8 к здоровью Ну, если, в смысле, противник Которого мы атакуем боец Мы получаем 8 к здоровью А бойцы это зелененькие, правильно? Да, бойцы это зелененькие Причем, смотри Красненькие и так критуют по зелененьким То есть он бьет зелененьких с двойной силой А тут, если мы ходим в атаку на зелененького Помимо крита Мы еще получаем дополнительное здоровье Ну, это явно хейтер зелененьких Как гру хейтер драконов Это хейтер зелененьких Так, ладно, запомнили Защита рубежа Таунт на 2 хода Смотри, там таунт со скоростью 1 Здесь таунт со скоростью 4 И с кулдауном Восстанавливает 4 единицы здоровья С соседним целям Ну, то есть он должен стоять по центру Правильно? Правильно Путаешь английский с аксизеродским Извините, я тупой Ну, ладно, допустим Меня смущает то, что Таунты, которые не очень быстрые Потому что ты можешь уйти в таунт После того, как враги в атаку уже сходили Вот это, конечно, засада Так, хорошо Допустим, ладно Таунт И жертвенное благословение Хилит на 2 Другому вашему наемнику Когда он получает урон на этом ходу Весь его урон вместо него получает наемник А, ну, то есть Ты защищаешь Корнелиусом Ты берешь какого-нибудь уязвимого чара И когда этому чару дают по башке То вместо этого по башке получает Корнелиус Ром Но обратите внимание на скорость этой обилки Это какая-то просто жесть 7 Это обилка, которая будет скастована в конце хода Такая штука должна быть быстрая Чтобы, ну, в начале хода защитил И защитить А тут ты, блин, можешь и не успеть Не похилить, не урон на себя перенаправить Причем смотри Защищаешь ты какого-нибудь слабого кастера У него мало хп, мало атаки На этого кастера идут в атаку Кастер дает в ответ чуть-чуть демеджа В ответ свою сдачу дает А этот получает урон Он не дает сдачи Короче, что-то скорость 7 Все просто накрывает Это капец Скорость 7 не дает шанс этой обилки Ее надо как-то быстрее делать Ну, может быстрее Можно сделать Тогда обсудим Но пока что-то Так, боевые рукавицы Боевое мастерство Повышает здоровье еще на один Ну, это вот сюда Ну, так, ладно Антизелененькие Перстень озарения Защита рубежа Восстанавливает еще два здоровья Ну, хилим соседей То есть, танк-хиллер Танк-хиллер Щит рассвета Уменьшает Получаем урон на один А, просто пассивка Просто пассивка Тут все обилки привязаны Все артефакты привязаны к какой-то обилке А этот артефакт Он не привязан к никакой обилке Просто пассивно уменьшает Весь входящий урон на один Ну, ладно Ладно, допустим Ну, нормально На самом деле, нормально Ну, вообще, если собирать Пока сетапы с трех человек То они все трое оборонительные Один хиллер Другой танк А домогать-то некому Они все какие-то оборонительные чувачки Хотя, вот этот Но это добить кого-то надо Да не, они все какие-то защитные Надо кого-то, чтобы пизды давал Найти одного Ну, пока вот такие у нас человеки Так, король мукла Зверь Давай посмотрим Семерочка Случайным образом Распределяет три банана Между вашими существами И наемниками И атакует противника Ну, кстати, три банана Каждый банан плюс один, правильно? То есть Рандом дает Плюс три, плюс три Распределенный между Нашими существами И наемниками Такой-то противником Причем можно прокачать До четвертого банана Дальше Кушать подано Съедает один банан И получает провокацию До конца хода Ну, это, по-моему, полная хуйня Потому что, ну, другие персонажи Бесплатно получают Провокацию Вот Коррелером Она получает Без всякого съедения банана Этот же из себя статы снимет Если банан сожрет Он же, ну Или съедает банан В смысле получает прокачку Я не понял Что это значит Съедает банан? Что за термины вообще? Редкий банан плюс два Редкий банан Долетит до середины Днепра Ладно Короче Это таун со скоростью четыре Что не очень быстро Ну, медлен таун Еще и с кулдауном Я вообще не врубаюсь Съедает банан Что он баф получит Или что он потеряет банан Это что значит вообще? А, то есть получит баф, да? А не потеряет баф Ну, это, ладно Еще туда-сюда Но все равно Таун со скоростью четыре с кулдауном Это какая-то лажет Надо улучшать Так Изначальная мощь Ваш зверь получает плюс пять к атаке И не воздействует во время атаки на этом ходу Ну, если он бафнет сам себя Он-то сам зверь, да? Он же зверь? Да, он зверь Он бафнет сам себя В этом нет смысла Потому что Ну, он же в атаку не сходит Зачем у неизвимости Если он в атаку не делает Но надо бафать другого зверя Там уже есть круж Круж там хорошо Жир находит в атаку Соответственно Мы ему даем плюс пять к атаке Неизвимость Вот такая уже комба Ну, это опять же Похоже, что пока Большинство комбинаций Завязано на тип существ Пока все, что мы видим Человеки бафают человека Звери бафают зверей Пока это то, что мы видим Там еще есть Дальше комбинации На школы магов Но это уже Когда кастерские карты Будем смотреть Там уже Будут комбинации На школы маги Пока у нас такие комбинации Трайбовые Бананы дают еще Плюс один к здоровью То есть банан дает Не плюс один А плюс один Плюс два Так Радиоактивные бананы А это к атаке Ты выбираешь Либо к здоровью Либо к атаке Какие тебе бананы нужны Освежающие Или радиоактивные Вот это освежающие Маленькие Смотри Ты придешь в магазин Маленькие бананы Значит освежающие Большие Значит радиоактивные Их покупать Не надо Старший брат муклы Призывает зверя 2-5 с провокацией А нет Потом добавят Межросовые комбинации А дальше уже Гиндерные чуваки Погоди Боевой клич Кого? Это в начале хода Что в начале биты Призывается? Боевой клич К чему он привязан? У нас же нет Обилок Которые что-то призывают Правильно? Полчаса Если мы берем Старшего брата муклы То мы в начале боя Призываем 2-5 Да? Нихуя себе Старший 2-5 Что это 2-5? Несерьезно какой-то Старший брат Какой-то дридж По-моему Это в начале биты Да? Он призывает Доплантного юнита Ну надо посмотреть Как он будет там С другой С гейм уровнем Артефакт Конечно Но Вообще Конечно Статы у него Несерьезные Ну что такое 2-5? Прикиньте Это персонажа 30 уровня Когда стоишь на стол Ну понятно Ну ладно В общем Какой-то зверский персонаж Заточка на зверей Нужны звери какие-то Так Ладно Король Лич Блин Король Лич Господи Король Лич Во-первых Человек Прикиньте Король Лич Человек Ну ладно В этом есть какой-то смысл Потому что изначально Например Артас Минитил И Форд Драгон Балвар Форд Драгон Они человеки Допустим Ну в этом есть Некоторый смысл Но Король Лич Тут нигде не написано Но он принадлежит Корде Его бафают Артефакты Которые бафают Орду Какого Мать его Хера Почему Король Лич Принадлежит Орде Тут на картинке Сто пудов Нарисован Артас Шо У кого-то есть сомнения Что это Артас Посмотрите на эти волосы Вот Блять Артас Вот Артас Вот В каком месте Это Орда Совсем Ку-ку Что ли У Близзы Поехали Сильвана Эльф Ну в этом есть Некоторые Обоснования Потому что Изначально Изначально Сильвана Была Эльфом Но этот Даже Изначально Не был Изначально Не был Ордой И сейчас Он не Орда Какого хрена Это просто Ну Какой-то Трэш Близзы Совсем Ку-ку Поехали Мне надо Что им кто-то Объяснил Бафы Да Да Королич Рода Ладно Поражение Атакует противника И способность На этом ходу Срабатывает До конца боя Короче Короче Казалось бы Обилка Очень медленно И это очень плохо Да Обилка очень медленно Но Еще раз Способность Примененная Противником На этом ходу Срабатывает На два Позже До конца боя То есть Когда оппонент Что-то сыграл Мы ему по башке Дали И он Все Вот такие же Обилки Как он в этот ход Сыграл До конца боя Играет на два Медленные Прикиньте Камбу ломает Где написано Что он орда А в том-то и прикол Что еще нигде не написано Кто альянс Кто орда Но уже опытным путем Установлено Что он принадлежит Корде Потому что Баф в то артефакты Который баф В то орду Какие бафы Альянсовские получают Ордынский Баф он получал Я видел Ладно Мы этот момент Еще раз проверим В общем Вот так вот Ребята Ломаем комбы Так Лик смерти Мортал Койл Очень крутая билка Я вначале Был в диком восторге От нее Дико восторгался А потом заметил Что кулдаун один Ну ладно Один не очень страшный Кулдаун Не самый большой Либо демэдж наносит Либо хилит Обратите внимание Король лич Король лич Человек Который там Призывает Нежит Управляет нежитью Мечом там машет Всякие дефайлы Кастует У него самая сильная билка Это хил Он хилит чуть ли не сильнее Всех в игре Какого хера Он так сильно хилит Блин Он хилит Больше чем Приз какой-нибудь Что за херя вообще Ну да Койл им бай Единственное что кулдаун Вот ледяной щит Мне не очень нравится Кулдаун со скоростью Кулдаун Во-первых 2 Кулдаун 2 Кулдаун 2 Блин Человек Нет человек Это ну большой кулдаун Ладно какой-то мега ультимейт Был бы Да Флейн страйк Нет Ну просто таун И кулдаун 2 Вы что ку-ку что ли Скорость ну такая Сомнительная для таунта Провокация До конца хода Допустим Как наем Этот наемник Атакует противник Замораживает До конца следующего хода Замораживает Это значит Что он пропускает ход Что такое замораживает Тут кейворд Непонятно Замороженный персонаж Он пропускает ход Или не может ходить в атаку Или не может кастовать Что это такое Улучшение кд1 Ну улучшение кд1 Ладно принимается Чисто Чисто Стан получается Да Прям целый пропуск хода Полноценный Ничего нельзя сделать Стан по идее Ну хотелось бы быть уверенным Хотелось бы точно знать Я вот не точно знаю Что он смысл Лапой обилки Она кулдаун снижается Кулдаун Так ладно Хорошо Ледяная скорбь Обморожение Также замедляет Противников По обе стороны От цели То есть Один Один вражин Исходил В твой замороженный Таун Ты Троих заморозил Только на текущий ход Заморозка Ну какой смысл Заморозки на текущий ход Смотри Ты 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 Вот противник леча Ты идешь в атаку на леча Подрался с лечом И замерз Ну так ты уже подействовал В этом ходу Какой смысл тебя До конца Следующего хода Тут написано До конца Следующего хода Вот видишь А вот Теряют следующее действие То есть Они пропускают В ход Фактически Да Это Стан Это пропуск хода Стан пропуск хода Неплох Кстати Тем более Если случайно Засадить Стан В троих Это прям Момбо Обморожение Ааааааааааахааааааааааеааааааааааааа это не на стан это обморожение Вот оно че Да Это Чтобы То есть Домогаешь одни Одного А замедляешь троих Вот я что-то подумал обморожении Что-то подумал про вот эту заморозку Да То есть ты можешь атаковать центрального И всех замедлишь на 2 Ну так, ладно, допустим Хорошо Если бы он еще кливал, при этом, чтобы дэмэдж на всех работал Вообще было классно, да Шаг в бездну Мостокойл всегда устанавливает на емку То есть в какую сторону бы ты ни играл В своего персонажа, в чужого Хил дэмэдж всегда себе еще хилишь Ну такой легкий подхил себе, ладно, допустим Так, и шлем господства Пассивный эффект после того, как противник, применяя способность Со скоростью 7 или более, медленно наносит ему 4 единицы урона Ну то есть смотри Либо изначально мы играем против медленных противников С медленными обилками, либо мы их Обмораживаем, и они начинают Играть медленные обилки И наносим 4 урона, но что-то 4 не очень много, по-моему Пока мне больше нравится Вот это, контроль стола Потому что 4 урона, ну это 4 урона А контроль стола, это контроль стола Интересно, а как он улучшается То есть артефакт же еще можно улучшать Что здесь улучшается? Может быть там еще дэмэдж какой-то распространяется? Что-то должно быть, потому что артефакт еще оплится У артефактов 4 уровня апгрейда Это интересно, конечно Так, ну ладно, это такой танк-хиллер тоже Хиллер-танк Довольно много их Никогда не быть такого не может Написано, что нельзя Нельзя улучшить, чувак А-а-а Артефакт 7 уровня нельзя улучшить? То есть у каждого героя артефакт Артефакт за задачу 7 То есть максимальный, да? И они сразу максимальные Вот оно что У меня просто ни одного такого нет еще Понятно Так, Куртрус Ночной эльф Как он сюда прокрался Атакует противника Если это демон Сперва получает плюс 6 к атаке Так, ну похоже у нас пошла контракт демоном Я от вас слыхал, что демоны прям имба Но ни одних таких крутых демонов не встречал Слепой натиск Атакует случайно противника Если это крайний левый или крайний правый Получает неизвенность до конца хода Это прикольно Когда ты одного уже убил Их осталось двое Тогда ты гарантированно Получишь неувязвимость Ну, обратите внимание Очень медленная атака Чувак, а инвестировать новый режим Сегодня будешь Да Это не нравится Атака очень медленная Атакует только случайного И в лучшем случае Если повезло Получает неувязвимость Если честно Он выглядит как кусок говна Он еще и с кулдауном Она явно требует кучу апгрейдов Что-то жизнь какая-то Так, пронзающий взгляд У нас все четыре инсурона Восстанавливает наемнику Столько же здоровья Тоже с кулдауном Ну Ну что-то пока так Пока так Пока так Какой-то контрдемон Какая-то супер рандомная Обилка с маленькой наградой Рандомная и очень медленная Обилка с маленькой наградой Ну и взгляд Может артефакты Как-то поправят дело Амулет хаоса Пронзающий взгляд Наносит на три единицы урона больше То есть это вот эта штука Причем Это же увеличит и хил Потому что Ну это Спелл стил Спелл лайф стил Вместе с дамагом Увеличится и обратно от хил Вот это, кстати, прикольный артефакт Очень крутой Он, ну Очень много дает Еще сляпается Пронзающий взгляд Дает плюс один к урону От магии скверны Кто? А-а-а Стой Это че? Ай Оба артефакта Пронзающий взгляд Апают Два артефакта Одну обилку бафают То есть мы себе набиваем Спелл демэдж С каждой обилкой Мы можем ход за ходом Бахать взгляд Домогать все больше С каждым ходом И соответственно Хилиться все больше Этот сразу на три Сразу на три А этот, ну Ему нужно три хода Чтобы сравняться А потом будет давать больше Я бы предпочел Сразу на три Чем три хода разгоняться А потом ты сдохнешь Так, ладно Это Плюс один к атаке Этот наемник Всегда наносит критический урон К демоном Тоже антидемоны Ну, короче У них такой дополнительная Дополнительная механика Камень, нож и бумага По-моему, от цветов Которые сами по себе Друг друга контрят Этот еще Есть у нас антидракон Антидемон Там еще кто-то анти был Ну, пока выглядит Как кусок говна У около два антефакта Вообще на бананы, чувак Да Да, кстати, да Так, ну погнали Керна посмотрим Керн Керн Таурен По-моему, первый Таурен Который мы пока встретили Да Так, апперкот Кстати, да Shadow Damage Работает не на этого персонажа А на всех твоих То есть вот такие Плюс спелл демедж Они работают как бы на игрока На поле целое Поэтому, да Это правильное замечание Пока он стоит на столе Все получают спелл демедж Да, тем более взгляд Это еще и кулдаун Ты не можешь каждый ход Бахать взгляд Что-то мне не очень нравится Если честно Так, апперкот предков Атакует противника Селится на шесть За каждого противника Который еще не совершил действия Это было бы интересно Но атака довольно медленно Атака ты шестерочка Да Многие противники уже совершат действия И причем с апгрейдом Он не ускоряется Так, ну ладно Аура выносливости Таун до конца хода Способность ваших существ Наемников срабатывать На один быстрее До конца хода Топот Всем противникам По два демеджа О, это прикольно Кстати Вот это мне нравится Прямо билочка Ты ауешешь И откатываешь Абилки на один Все А с апгрейдом Наверное не на один Наверное больше на один Будешь откатывать Это если до этого Не успели походить На следующем ходу Их способности Срабатывают позже Вау Такая гарантия Ты не можешь промахнуться Даже если кто-то Подействовал до твоего топота Плевать Ты на следующем ходу Откатываешь их обилки О, так это имба Быстрый тотем Аура выносливости Ускоряет срабатывание Следующей способности Наемника на один Ушак Сотрясающий топот Плюс демедж наносит Хорошо Уе Пассивный эффект Когда этот наемник первый раз погибает Он изучает игру Здесь Взрыв Возможно То есть смотри Один ход дали по ебалу Похилились Один ход Топнули Кулдаун Дали по башке Похилились Топнули Вот такой герой У нас Бьет по башке И топает Таурен Интересно Много у нас тауренов в игре Интересно Какой артефакт нравится больше 10 единственное здоровье Не особо впечатляет Да 2 по всем демеджам Мне даже больше нравится Хотя может 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 Реинкарнация Все таки там Тоже все хорошо показывает Так Лорд Джараксус Демон You face Джараксус Эридар Лорд Of the Burning Legion С восьмерочкой Медленная билка Наносит 12 урона Добивание Применяет Кулак Джараксуса 3 А кулак Джараксуса 3 Это у нас Вот он Наносит 14 урона Случайному Противнику Эффект Повторяется За каждого Другого Вашего Демона Демонов Надо иметь Это какой-то Демонский Сетап Нужен Вообще Не впечатляет Конечно Если честно Выглядит Как кусок Говна Билка Очень медленная Демеджа Наносит Немного Опять же Добивание Награда С добивания Не выглядит Очень крутой Инфернал Вот это Интересненько Кстати Через ход Можешь призывать Инфернал Со спелдемеджем Со скверной Вот это Интересненько И кулак Джаракса Тоже Скверна Вот эту Кстати Уже Кое-что Да Вот эта Билка Мне нравится Вот эти Что-то Пока Не очень Так Амулет Бесчинства Кулак Джаракса Носит На 2 единицы Урона Больше Допустим Кулак Джаракса Всегда Убирает Цель Противника С наименьшим Здоровьем И третья Билка Тоже Про кулак Джаракса Инфернал Скверна О Это Демонов Напризывал Потом Ёбнул Кулак Да Демоны Прикольно Нужна Какая-то Демонская Синергия Нужны Еще Демоны Тогда Наверное Да Кулак Скелется Но Проблема В том Что Оппонент Тоже Не Афк Шит Ты Наплодил Демонов Велен Один Раз Ёбнул Все Демонов Уносите На кладбище Если бы мы против Афк Оппонента Мы бы там Наспавнили Демонов Проблема В том Что они Тоже Кнопки Жмут Это Просто Отвратительно Я считаю Что Должны Понервить Так Сила Кенария Это У нас Точно Ночной Эльф Красно Ночной Эльф Сила Кенария Наносит 8 Единиц Урона На Следующем Ходу Способности Природы Ваших Наемников Срабатывает На 3 Быстрее Но Это Уже Синергия На Природу Во-первых Он сам Природа Смотри Четверочка И так Довольно Быстрая Билка Плюс Он сам Себя Ускорит И Следующую Природу Бахнет Со Скоростью 1 То есть Он Херачит Довольно Быстро Так Ладно Допустим Гнев Деревьях 4 Единица Урона И Обездвиживает Так Обездвиживает Означает Что Не Встретил Файтера Бахнут По башкам В атаку Не идет Через ход Можно Это Делать Так Изов Верхов Он Друида Выберите Эффект Наносит 400 урона Противником Или Встанавливает 800 урона Причем Мы Выбираем Эффект Но Оппонент Не Видит Этого С другой Стороны Оппонентов Пвп И так Не Видят Наших Действий Поэтому Преимущество От Этого Невелико И Довольно Медленная Белка Единственное Преимущество В выборе Но Так То Если Рассматривать Как Кусок Говна Не Знаю Сколько Он Хилит В Тройке Но Надо Много Хилить Чтобы Он Эффективен Потому Что Медленная Так Ну Ладно Мне Нравится Вот Это Какая Натурная Связка Должна Быть Магия Природа Вот Это Что Должна Быть Что Что На Магия Природа Ребята Вот Это Тоже Природа И Вот Это Природа Если Дэмэдж Да Это Магия Природа У нас Там Кто Баф Магия Природа Я Не Помню Кто Тиран Или Милк Хаус Баф Баф Природа Правильно Кто Баф Короче Так Медальон Леса Гнев Деревь Также Откладывает Следующую Способность Противника На Один Гнев Деревь А Ну то есть Мы не только Обездвижим Еще и Замедляем Обилку Ничего Аликс Ничего Милхаус Аркан Гаф Да Гаф Бафает Натуру Брукан Да Брукан Точно Брукан Брукан Бафает Синенький Острот Аликс Троза Пришло Аликс Сейчас мы Тебе будем Анализировать Приготовьтесь К осмотру Так Зов Верховного Друида Ауешет На две Единицы урона Больше Это нашел Ех Который Если не хилит И посох Из корня жизни Когда вы Применяете Способность Магии Природы Восстанавливает Вашим Существом Найомником Три здоровья Это прикольно Потому что Ну все Природа 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 И фишка В том что У других героев Тоже может быть Природа И каждый раз Каждое действие Всем хилит по три По моему Довольно до хера Что если посох Прапоть Каждое Природное действие Ну а понятно Что этот герой Должен играться С природой Будет всем Хилит по три По моему Это как это Имба Да По моему Это выглядит Очень круто Мне вот этот посох Очень нравится Еще небось И апгрейдится Слушай Ну реально же Имба За каждое Природное действие Хилишься Так Ладно Монород Монород Этого казино Демон Рывок ужаса С пятерочкой Атакует противника Ваши демоны Получают Прошли к здоровью Ну опять Демонская синергия Да там с жараксом Вот это все С жараксом Бич скверный Наносит противнику Четыре дниса урона Он не может Устанавливать здоровье До конца хода Ну вот такая Очень специфическая Обилка Потому что Если мы юзаем На персонажа Который и так Не хилится То ничего не делается С другой стороны Сейчас популярна Сборка с Веленом Этим Андуином Которые хилятся И может быть Как контра им Наверное Наверное Неплохо Вой ужаса Снижает атаку Всех противников На три до конца хода Ну Может быть Может быть Если против Каких-то силовиков Ну если против Физикл дамагеров Мы деремся Наверное Наверное Имеет смысл Ну Он такой Довольно Универсальный Да Если что Есть автоатака Чтобы как бы Сопли не жевать Если кто-то Хилиса Можем запретить Хилку Без кулдауна Кстати Можем каждый ход Запрещать хилку Прям гарантирован Кого-то убивать Либо Если против нас Драчуны Можем раз в два Хода Снижать атаку Ну допустим Ладно Так Рывок ульса Дает еще плюс два К здоровью Ну это чтоб Демонов бафать Да Демоническая синергия Шипы скверные Бич сквер Бич в чате Вой ужаса Также носит противникам Две единицы урона А Снижает атаку И дамага Смотрите Это прикольно Да Он и всем снижает атаку И всех дамагает Вот это прикольно Это мне нравится Кстати Блин Классно Ну опять же Без демонов Он будет как кусок говна С демонами Надо им играть Ладно Рагнароз От него у меня Большое ожидание Ну потому что Это Рагнароз Как иначе Взрыв магмы Пятерочка Шесть демеджа Серия заклинаний огня Место Двенадцатый Серия заклинаний огня Значает что В этот ход Именно в этот ход До Рагнароза Кто-то из наших чувачков Должен сыграть Что-то огненное И тогда Сработает серия Заклинаний огня Причем По-моему Если например Вот три у нас персонажа Да Если например Первый персонаж Делает заклинание огня Потом второй персонаж Играет заклинание Не огня А третий Рагнароз То по-моему Серия заклинаний огня Не срабатывает То есть именно Предыдущее действие должно быть огненное. Правильно? То есть условие такое ну ни хрена не простое. Даже серия заклинаний не очень простое условие. А уж серия заклинаний огня это ну реально челлендж. Ну, пока если честно выглядит слабо. Не так уж много урона с такие условия. Ну, надо посмотреть. Наверняка есть какие-то связки. Сто пудов есть какие-то связки, которые позволяют уверенно кастовать камбу. Вот умри насекомое мне нравится. Наносит 18 дэмэджа. Если цель умирает, то повторяется. Теоретически можно кучу мелочи залить. Умри насекомое раз за разом. Либо можно не убить. Обилка очень медленная. Смотри, десяточка. Метеорит. 9 дэмэджа. Главные цели. И 4 по бокам. А, ну ты, кстати, тоже такая уехать. Два вида уеха у Рагнароса. А, мне тут подсказывают, что необязательно именно подряд играть 2 огня. Главное, чтобы до этого был сыгран огонь. В любое действие. Ну, тогда попроще, конечно, камбу сделать попроще. Две уеха обилки у Рагнароса. А, тут еще и кулдаун 2, смотри. Кулдаун 2. Неприкольненько. Пылающая руна. О, пассивный плюс 1 спл дэмэдж от всех обилок. Это прикольно, потому что работает сразу на все обилки. Реально очень круто. Реально очень круто. Со всеми этими повторениями. Метеорит для каждой своей цели получит плюс. Да, это классно, кстати. Сульфурос. Пассивка плюс 5 к здоровью. Ваши свои наемники не могут быть замар... Вау. Ну, это, конечно, очень специфическая обилка. Но сам факт того, что она существует... Потому что у большинства героев, которых мы смотрели, там, ну, каждый артефакт усиливает обилку. Там, одну обилку, вторую, третью. А тут в целом ваши все наемники не могут быть заморожены. Это просто охерительно. Я бы хотел, чтобы таких артефактов было бы больше. Вот реально видно уникальный артефакт. Легендарный. Сульфурос. С уникальным мощным эффектом. А не просто там... Ваша обилка плюс 1 дэмэдж. Ваш банан плюс 1 банан. Вот это. Ну, что это за херня? Ну, кстати, спелл дэмэдж на всех работает. Да, мы берем других огненных наемников. У всех получается плюс огненный дэмэдж. Прикольно. Да, кстати, странно, что рагнозащитник. Потому что он такой чисто кастер. Ему тут защитника делать нечего. Взрыв магмы наносит на 2 единицы урона больше. Взрыв магмы это у нас последняя обилка, да? Нет. А, вот. Вот эта херня. Ну, вот это как раз не в пить. Вот, вот, смотри. Ну, одна обилка наносит чуть-чуть больше урона. А это все ваши юниты не могут быть заморожены. Вот это охуенная обилка. А это, ну, взрыв. Ну, мне больше всего понравилось вот это. Просто МБА. Так, ну и у нас остался трал. Трал орк тоже. Туда, к оркам. Ваши орки получают плюс 3 к атаке. Ну, опять же, орковская сборка. Да, орковская сборка. Атакует противника. Сорду. Так. А уешат по всем. Ну, кстати, немало демажа. А, еще и заклинание природы. Заклинание природы. Можно вместе с этим скинарием играть. Think about it. Прикольно. Ладно. Да, да, панк. Может играть с орками. Может играть с заклинанием природы. Так. Наносит противнику 7 единиц урона. Затем его атакует ваше крайнее левое существо или наемник. Это же заклинание природы. Приказ вождя. Ну, это как-то надо... Файтеров орков надо собирать. Какой-нибудь, не знаю, самура там что-нибудь такое. Самура, например, да. Чтобы ты наносишь 7 демажа, а потом самура дважды еще атакует. Ну, это да, он больше не кастер, он больше такой орк-файтер, который бафает именно атаку, ходит в атаку сам. Приказ вождя. Приказ вождя наносит на 2 единицы урона больше. Но это мелочь, неважно. Кольцо силы. Когда на вашего орка атакует, он получает... Когда вашего орка атакует, получает 2 к здоровью. Ну, соу-соу. Опять же, это работает только против физикал атак, не работает против кастеров. Вот, и молот рока. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, уникальный артефакт. Вот, посмотрите. Вот что такое уникальный артефакт. Посмотрите на вот этот артефакт. Посмотрите на вот этот артефакт. Правильно, он на коне. Вот это я понимаю. Ты себе даешь плюс 3 к атаке и с Винфьюри идешь в гости. Вот, вот, уже артефакты нормальные пошли, наконец-то. то что вот это артефакт не может быть заморожен венфьюри вот обилки так ну это были все красные персонажи мы не смогли посмотреть только на алекс тразу и хер сня жирная наглая интересная кошка вот но чё есть определенной связки с орками с эльфом пока непонятно большого эльфа скорее всего будут зелененькими и в следующий раз будем смотреть есть орки есть человеке наверняка и других цветах тоже все орки и человеке ну короче короче связочки есть надо как-то это все тестить связочки есть а жарят всех велен с индуином все ладно не окрафтить не буду и крафтить это очень плохая идея потому что это стоит очень много валюта а это валюта потом понадобится чтобы апать героя герой скрафчу но у меня вообще не будет на него валюта нет я подожду пока его вскрою а потом буду буду уже апать нормально не крафтить тоже не буду диабло тоже эльф диабло эльф а диабло да зелененький вместе с королем кружим король кружит диабло чё за херня ну ладно эти зелененькие что ну этот ладно теоретически зелененькие господи этот этот я че сделал тирион ты потерялся что ли тирион там защитники ей смотри тирион вот защитник ты ж паладин блять что ты здесь делаешь рядом с крушем блять рядом с диабло ты почему рядом с зергами тусовался не нельзя нажать создать и посмотреть мы попробуем сразу в общем все ребята первая треть такого обзора закончена потом будут еще часть зелененькая часть синенькая после этого будем рассматривать прям топовые связки они играют как они еще состоят все новый режим хороший он специфички своеобразным смотри мой последний ролик на канале про обзор этого режима